всем привет всех рада приветствовать на этом канале сегодня я хочу с вами поделиться своими покупочками которые совершила довольно таки за короткий период времени совсем недавно кое-что заказывал сайта ахиорп покупала декоративную косметику годовую так что саживайтесь поудобнее хочу вам порекомендовать и посоветовать уже какими-то позициями пользуюсь и действительно мне все это нравится итак начнем сайта ахиорп что же я там заказала у них были после нового года кое-какие акции и я естественно этим самыми акциями и воспользовалась первое что я хочу рассказать я заказал кое-какие бады это связано с причащением кишечника я и моя семья сейчас в данный период этим занимаемся то есть помимо того что у нас идет мы стараемся прямо на сто процентов совершать правильное питание чтобы так сказать разгрузить организм но соответственно как бы кто-то худеет кто-то разгружает прочищаем кишечник чтобы у нас было все хорошо что поднимался иммунитет потому что иммунная система в основном состоит в кишечнике и как говорится кишка всему голова и и мы пропиваем кое-какие сейчас данный момент бады первый пад который я хочу вам показать не буду ломать язык это вот такой вот бад здесь и пробиотики и значит здесь у нас идут пробиотики и идет у нас сахарами цены как я понимаю правильно значит 90 капсул очень хорошее средство очень хорошие отзывы хорошие рекомендации и действительно я это вижу на себе как у меня изменяется кожа и и действительно чувствую это по состоянию здоровья а значит здесь мы принимаем по две пилюли в день я и мой муж нужно это делать в промежутке между приемами пищи на голодный желудок и здесь делается это коротко короткий срок ну в принципе конечно если у кого сильно сильные проблемы это желательно обращаться к врачу но я тоже обращалась к врачу поэтому как бы то что я делаю я думаю понимаю что я делаю да значит это веганский продукт глютен-фри гомо нету и соответственно этот продукт он очень хорош тем что если вы допустим у вас проблемы с кишечником жидкий стул он хорошо спасает от этого но мне как бы эти проблемы не было мне общество стол проблемы не было и как бы я это прочищаю потому что я она слышно что они очень хорошо наше жкт это не только кишечник да но и наше допустим желудок а у меня гастрит и вот связано с этим чтобы это все прочищалось уменьшалось соответственно и я чувствую по своему состоянию что-то действительно работает у нас идет вот 90 капсулу разделили напополам с мужем то есть по 45 капсул по 2 капсулы в день это вот практически на три недели я так понимаю да вот такие вот капсулы значит они растворяются в кишечнике упала сейчас достану покажу они растворяются в кишечнике вот такие вот капсулы и там как раз это тот порошок который находится мы пропиваем он нормализует и состояние кишечника нормализует стул ну и так далее очень хорошая здесь пробиотик так что я могу бы рекомендовать ну конечно же желательно рекомендовать рекомендацию получить и советоваться с врачом но очень хорошие отзывы и мне очень тоже понравился следующий вот такие вот пробиотики они у меня сейчас закрытые но вот у меня есть еще открытый меня пропивает мой сын после того как мы пропьем с мужем курс вот этих вот пробиотиков то есть такое очищение будет все ненужные гадости они уйдут будем заполнять уже хорошим пробиотиками микрофлору свою это будет у нас вообще все это вместе порядком 3-4 месяца будет проходить вот такие вот пробиотики я вновь повторила у меня есть они сейчас у меня их пьет мой сын очень хороший я ему даю по одной капсуле в день в принципе я сама в свое время пропивала по одной капсуле в день и этого было достаточно хотя здесь рекомендует производитель от одной до трех капсул в день но все зависит от состояния вашего кишечника это марка нау и здесь же mp у них как всегда все очень хорошие отзывы и рекомендации и мне тоже очень понравились то здесь живые прям пробиотики я это все заказала и третье все это было кстати на акции кажется 20 процентов скидка и третье тоже хорошие отзывы рекомендации ни разу не пробовала но хочу попробовать это другие еще пробиотики california gold nutrition nutrition их не именно марка именно марка сайта ахер вот такие вот 60 тоже капсул именно вот такие вот пробиотики я заказала тоже рекомендуют и тоже советуют и много хороших отзыв и рекомендации главное чтобы эти пробиотики были живые и они как бы вот уже другими людьми проверено что они действительно живые и все это настолько чисто нету нету никаких вредностей и составы очень хорошие и здесь у них идут что в первом что в первых что и во вторых здесь идет в одной капсуле пять миллионов бактерий а здесь четыре миллиона а здесь пять миллионов то есть здесь четыре здесь пять миллионов это вот здесь вот пять миллионов в одной бактерии Но мы принимаем, получается, по 2-10 миллионов. Но этого достаточно, в принципе, потому что не надо стремиться принимать, чтобы было 30 миллионов в суточной дозе. Не нужно принимать это всё в больших количествах. Главное, что это нужно пропить в действительности, чтобы восполнить, нормализовать кишечник. Тем более, если вы пропивали корс антибиотиков, 2 недели этого недостаточно. И это нужно пропивать 3-4 месяца как... Здрасте! То есть, 3 месяца – это минимум. Поэтому, как бы сейчас мы заполняем свой кишечник, чистим, заполняем, чтобы кишечник был нормализован. И я этому рада. Так, следующее, то, что я заказала с сайта iHerb, это... Буквально сегодня я эту посылочку получила. Это касается ухода. Первое, что хочу показать – это BioWishtrend марка. Здесь 30 миллилитров витамин С. Я очень хотела попробовать этот витамин С. Я на него ставлю большие ставки, ещё не пробовала. 21,5%. Это очень крутая дозировка. Не всем рекомендую. И пока что никому не рекомендую. Но я хочу попробовать. Отзывы хорошие. Все, конечно, жаловались, что приходит коробка разлитая, бутылёк разлитый. У меня пришло это, слава богу, нормально. У меня вообще с сайтом iHerb не было никогда проблем. Один раз у меня как бы повязка там была что-то рваненькое, и они мне вернули денежку. Это было давно. Значит, здесь вот имеется вот такая вот пипеточка. Значит, одевается отдельно. Сам бутылёчек заупакован, тёмное стекло. Этот витамин С, это аскорбиновая кислота. Этот витамин С после вскрытия обязательно хранить в холодильнике. Обязательно. Иначе все свойства уйдут. Здесь, значит, пробенов нету. Так, и что хочу сказать, что, конечно, здесь в течение 6 месяцев нужно использовать, но я думаю, что в течение 3 месяцев. Потому что после 3 месяцев уже, конечно, состав, он теряет свою силу, свойства. Поэтому как бы нужно это пользоваться в течение 3 месяцев. Так, это у нас Madden Korea, корейский продукт. Отзывы хорошие, рекомендации. Тоже как бы блогеры рекомендовали, те, которых я слушаю, что очень хорошо действует и хорошо проявляет себя на коже. Так что буду пробовать вам рассказывать вот такой вот витамин С. Конечно, это не из дешевых продуктов, но я его купила тоже на скидке 20%. Воспользовалась случаем. И этой же посылке у меня купила полноразмерку Хемиш Бальзам All Clean Balm. Это бальзам очищающий, снимающий макияж. Хемиш полноразмерки. Я его заказала. Я его пробовала в пробниках K-Beauty вот в этой косметичке. И мне очень понравился. Я решила его заказать. Тоже был на акции. Как раз я его и заказала. Это тоже корейский продукт. Очень всё здорово. Значит, упакована вот такая вот ёмкость. Здесь у нас 120 мл. Что очень удобно, что вот так вот открывается крышка. Здесь находится лопаточка, которой вы набираете продукт. И такая вот крышка. И вот здесь сам продукт. Он такой, как... Я даже не могу не знать, чем сравнить. Его ещё не пробовала. Но я в миниатюрках пробовала. Мне очень понравился. Хорошо растворяется. Так что вы можете пользоваться либо гидрофильным маслом, либо вот этим. Я так и делаю. Тоже хочу вам отснять видео. Мой уход. И утро, и вечерний. Чем я пользуюсь. Так что вот начну пользоваться. Очень классно. Его могу, конечно, рекомендовать. Потому что я уже им пользовалась. Классный продукт. Здоровский вообще. Это всё, что касается сайта iHerb. И сейчас вам буду рассказывать потихонечку уходить другим покупочкам, которые я совершила. Значит, тоже здесь у меня есть уходовые покупки и декоративные покупки. Первую уходовую покупку я совершила в Золотом Яблоке. Тоже была акция. Я взяла вот такую вот огромнейшую бадью. Это очищающий, так сказать, крем, бальзам. Как второй этап очищения идёт. Кэравэ марка. Здесь 473 мл. Я купила нам на всю семью. Ну, в принципе, в основном пользуемся я и мой сын. Очень хорошее средство. Я уже им пользуюсь. Могу прям рекомендовать. Здоровское. Очень много отзывов хороших, положительных. И здесь, значит, что у нас имеется? Здесь у нас и церамиды, и герлоновая кислота. Без мыла, без отдушек, гипоаллергенная. Он действительно не пенится вообще. Что очень важно. Хорошо смывает с лица макияж. Хорошо чистит кожу. Здоровски просто. Мне очень нравится. Нежный. После него не стягивает кожу ни в коем случае. Очищающий крем Кель без пены. Мягкая формула, обогащённая тремя необходимыми церамидами и герлоновой кислотой. Бережно очищает, увлажняет кожу. И нарешает её, естественно, защитный барьерный баланс. Да, можно использовать как для лица и для тела. Очень здоровско. Мне понравилось. И это Маден Франция. И как бы я могу вам порекомендовать, посоветоваясь. Здоровски вообще. Запаха практически нету. Такой нейтральный запах. Но продукт мне нравится. Достаточно хороший и очень хороший. Поэтому могу рекомендовать, присмотритесь. Я прям взяла большую акцию. И следующий уходовый продукт, который я совершила в предыдущем видео, обещала об нём рассказать. Это крем. Крем марки Хаксли. Секрет оф Сахара. Крем антигравицы. Здесь 50 мл. Вот такой вот крем. Вот такой вот коробки. Есть предыстория этого крема. Я его попробовала в миниатюрке. Как раз в K-Beauty вот эта косметичка. Мне очень он сильно понравился. Я вам рассказывала, в каком восторге я была. И я говорила, что он достаточно такой дорогой крем. К сожалению, он был с сайта iHerb. У него больше там не продаётся. Да. И он продаётся у нас как бы в России. Это магазин Revgosh. Но он там стоит порядка 3,5 тысячи. Если у вас есть золотая карта, делай 700. Иногда они делают акцию за 2 тысячи. Я всегда так и ломалась. Ломалась. Покупать, не покупать. То есть, как бы, вроде хочется и туда-сюда. И тут произошла такая вещь, что я чисто случайно, совершенно лазила в интернете. У меня вылезла такая вкладка как бы про этот крем. И я кликнула, перешла и смотрю, этот крем Revgosh стоит 999 рублей. Я начала его быстрее заказывать через интернет. Через интернет было заказать невозможно. Потому что на складе его нету. Я начала просматривать, где он есть в магазинах. В магазинах его нету. Я начала звонить на горячую линию. В горячей линии мне сказали, что есть только в двух магазинах. Я быстренько звонила туда. Все сказали, что их уже забронировали. В одном пять позиций крема забронировал один человек. В другом, там, несколько позиций тоже забронил один человек. У меня было такое желание приобрести этот крем, что я была расстроена. И думаю, ну как же так? Потом, короче, я на следующий день позвонила. Этот человек, который забронировал, ну, они два разных человека. Один в одном магазине, другой в другом. Они до сих пор не выкупили. Я начала как бы вроде так ругаться. Говорю, почему вы так держите долго? Есть другие клиенты, постоянные, которые хотят купить. Ну, в итоге там выкупили. И я, короче, думаю, ну, значит, не судьба. И опять же, на следующий день я взглянула, прозвонила опять на горячую линию. И узнается, что в других, совершенно других магазинах появился этот крем. Я опять прозваниваю эти магазины. В одном из них забронировали, а в другом нет. Он есть в наличии. И я говорю, девушка, пожалуйста, забронировайте, я сегодня обязательно приеду. Но этот магазин находился, вы не представляете. До него добраться надо было. Это полтора часа езды. Это где-то на куличиках. А я, несмотря на это, поехала и приобрела этот крем. И ни капельки не жалею, потому что мне очень нравится этот крем. Этот продукт корейский. Я уже говорила, что он является в Корее из люкса. Люксовый продукт. Вот такая вот баночка, 50 мл, матовое стекло. Открывается крышка. Здесь идёт у нас крышечка тоже, которая защищающая. Вот такой вот крем. Он, как бы, знаете, к муссовой консистенции. Я уже пользуюсь им. Муссовая консистенция. Запах просто обалденный. Ну, вообще, и всей продукции Хаксли. Вот, это запах просто обалденный. Это просто обалденный запах. Как себя ведёт этот крем на лице, это я его пользуюсь днём. Ему можно пользоваться и утром, и вечером, как хотите. И также у них этой линейки вообще не представлен крем для глаз. И поэтому вот этот крем можно использовать на всё лицо. Частенько есть такой в корейских продукциях. И как раз на лицо, на глаза тоже я его наношу. Он себя ведёт просто обалденно. Он тает на лице, впитывается. Конечно, его много наносить не надо. Расход просто минимальный. Здесь ещё в коробочке... Ну, здесь, как всегда, в коробочке у них идёт книжечка лежит. Как бы... Как паспорт или что. И вот такая вот лопаточка. Кстати, лопаточка очень классная. Мне понравилась. Такая она прям удобная вообще. То есть, здоровская. Да, и этот крем, как он себя ведёт? Он ведёт себя просто шикарно. Всё было упаковано, классно. Ведёт себя шикарно просто на лице. Когда ты его наносишь, он такая вот муссовая консистенция. Оно просто впитывается в твоё лицо. Оно увлажняет, питает. Если ты здесь... Я прям уже даже, видите, как волнуюсь. Оно действительно хорошо, когда после кислоты, если вы в зимний период, кислоты, ретинолом пользуетесь. Оно хорошо восстанавливает pH. Хорошо восстанавливает кожу. Хорошо увлажняет. То есть, это вообще здоровская. И что самое главное, на нём круто держится макияж. Главное, не переборщить. Потому что дольше придётся подождать, чтобы он впитался. И он здоровско впитывается. Просто растворяется на лице. Как такой вот муссовый продукт. Знаете, вот... Я не могу даже описать вот это состояние. То есть, настолько вот классное состояние на коже. Поэтому я рекомендую вам этот крем. Обязательно, обязательно. Мне даже хотелось, там было две позиции. Я даже стояла и думала, может быть, два крема сразу взять уже. Как бы это... Ну, не стало жадничать. Его, конечно же, забрали. Вот. И по хорошей цене. Это очень замечательно. Отдать за такой крем, там, тысячу рублей. Это очень замечательно. И что могу сказать? Есть такая пословица. Кто ищет, тот всегда найдёт. Поэтому стучите да творится вам. Очень классный крем. Рекомендую. Просто рекомендую. И у меня остались здесь декоративные покупочки, которые я совершила. Значит, первое. Давайте я вам расскажу две позиции. Когда я покупала вот этот вот очищающий крем. Я заглянула... Ну, там были акции в «Золотом яблоке». Я заглянула в декоративную косметику, в арт-визаж, в стенд ихний. И решила попробовать взять вот такой вот тональный крем. У меня есть такой тональный крем устойчивый. Я решила взять увлажняющий. 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 Он по... Как сказать, консистенция такая попрозрачнее. Не такой плотный. Здесь SPF6. Комплексом витаминов и экстрактом бурых водорослей. А значит, здесь увлажняющий тональный крем. Выравнивает поверхность и так далее, и так далее. Ну, как сказать, рекомендации. Не всем нравится, но мне нравится. Ну, хотя его обязательно нужно... Пудру обязательно его нужно закреплять. Потому что так он будет долго... Не то, что долго. Мне кажется, он менее устойчивый. Поэтому, если вы пудру наносите наверх, то он хорошо держится. Сейчас у меня на лице. Он хорошо держится. Когда не хочется наносить сильное какое-то там тональное средство, я пользуюсь им. И мне очень нравится. То есть, там, по акциям было вообще как-то 200 рублей стоило. Решила вот попробовать такое вот средство. У меня в оттенке, забыла сказать, 102, но здесь написано. Потому что устойчивый у меня 202. А я взяла как раз 102, у них увлажняющие, такой же оттенок практически, 102. И также решила попробовать взять консилер Art Visage. У меня в оттенке тоже 102. Ну, у них там три оттенка. Да. Он достаточно хороший, хорошо перекрывает. Не сказать, что прям сильно перекрывает, но интересный. Тоже у меня сейчас на глазах. Довольно-таки не сушит. Ну, припудривать обязательно нужно. Как раз мне очень хорошо подошёл. Вообще, этот тон считается универсальной. И, как консультант сказала, что все его берут. И даже его не было в наличии. Она там где-то из-за кромов достала мне. Хороший он такой консилер. Хорошо перекрывает. Низ совсем плотный. Он средний. Не забивается в морщинки. Не забивается в складки. Сейчас вот я смотрю на себя. И поэтому вижу, что как бы классный такой. Он держится хорошо. Но, может быть, не весь прям день. Но весь день ещё я не пробовала. Да. Это таких вот два средства. Дальше, когда была тоже акция в Альдебате, у них в Диоре была акция 40%. И я поехала, чтобы посмотреть их продукции. Очень долго хотела приобрести одну вещь в Диоре. И всё не решалось. И тут, наконец-то, я её приобрела. Это вот такой вот хайлайтер. Они, конечно, изменили упаковку. Хоть теперь он продаётся без кисточки. И вот здесь вот уже прозрачная такая пластмасса. Раньше был металлический такой тюбик. Да. И теперь они это изменили. Новая у них версия вышла. С зеркалом. Вот такой вот. У меня в оттенке 02. С розовинкой. Я очень давно хотела попробовать. Шелковистый. Вернее, как бы я пробовала. Мне нравится. Но я хотела именно вот приобрести, чтобы у меня было. С розовым таким потоном. Видите, как он передаётся. Камера как передаёт. Перелив какой идёт. Вот такой вот хайлайтер приобрела. В принципе, не пожалела. Потому что их была цена хорошая. 40% скидка. То есть там порядком 2000 он стоил. Ну, как бы сейчас и пользуюсь. Давно хотела я его приобрести. Потому что, ну, хотела-хотела. И там же в Сефара, люблю я эту продукцию, приобрела свой любимый консилер. У меня в оттенке 22 натурал. Очень хороший консилер. Я им давно уже пользуюсь. Это просто хорошо перекрывает. Хорошо подходит оттенок. Не забивается ни в складки, ни в морщинки. Видите, как они два отличаются. Это нижний у нас идёт арт-визаж. А это идёт Сефара. Вот. Ну, они мне подходят. Очень здорово. Очень здоровский консилер. Ему вообще прям рекомендовать. Он классный. Просто классный. Вот видите, как переливается хайлайтер. Здоровский. И взяла тоже у них там на акции вот такую губную помаду. Сейчас она у меня на губах. А в оттенке 0,5. Красивый такой. Мне понравился с розовинкой цвет. Поэтому всё-всё коричневое до коричневого решила приобрести. Вот такой вот оттенок. Здоровский. И вообще помады Сефара, они хорошо, конечно, они матовые. Они засыхают. Конечно, подсушивают. Но нужно перед этим, можно бальзамчиком увлажнить. В принципе, они хорошо держатся и хорошо сходят. То есть, у них нету, что они там кусками отходят. Очень классно вообще. Но достаточно подсушивают губы. Тем более, если у вас у самих губы достаточно сухие, то поэтому нужно всегда увлажнять каким-то бальзамами. И осталось две позиции декоративные, которые я тоже приобрела. Которые хотелки мои. Очень сильно хотела. Это первое. Сейчас. Кое-что я сейчас хочу вам показать. Во-первых, вот этот вот люминайзер называется. Вот такой вот коробочке был. Да. Вот такой вот коробочке они идут. Здесь у них идёт, ну, как сказать, такой мешочек, да, где складывается вот эта вся. Жалко, что нету кисточки, потому что кисточка раньше была. Это было, конечно, не знаю, там что за кисточка была, но всё равно. И в коробке вот такой вот они продаются. И вот то, что я дальше продолжаю. Следующая позиция. Продавалась от такой вот коробки. Кэт Ванди. Веганская продукция. Очень сильно хотела попробовать. После того, как я купила их не тени, я просто в восторге от этой продукции, от этих теней. Шелковистые. Тушуются, растяжка. Ну, просто супер-супер-супер рекомендую. И не надо бояться этих оттенков. Думайте, что они банальны. Нет. Можно классно сделать вообще макияжи. Просто здоровские. Её попробовала, решила перейти из компактных пудр, перейти на рассыпчатые. Да. И вот решила приобрести их не пудры. Пудру здесь 19 грамм. В большом размере сразу взяла. Есть у них там миниатюрки продаётся. Но выгодно-выгодно всё-таки в большом размере брать. Надолго хватает. Вот в такой коробке. И вот в такой вот сам по себе такая ёмкость. 19 грамм. Значит, ну всё пластмасса. Здесь у нас выбито, да, Кэт Ванди. Крышка открывается. Сейчас, чтобы это всё тоже не рассыпалось. Здесь нету пуховки. Вот в мини-версии есть пуховка. Ну, здесь немножко рассыпаешь. И как бы кисточкой я наношу. В принципе, я приспособилась. Мне очень нравится. Вы знаете, на лице вообще не видно её. Сейчас я вам покажу. Вообще не видно. Имеется подсвечивающий эффект. Закрою, чтобы не это. Вот здесь вот она. Если вы её увидите. Да, вот. Видите? Вообще не видно. Просто шелковисность такая, знаете, шёлковое покрытие. И очень из-под кожи лёгкое-лёгкое такое свечение. И сильно не видно. Хорошо матирует. Просто отлично. Не сушит кожу. Ну, по крайней мере, моё. Хотя у меня кожа склонная к сухости. Тем более я пользуюсь и кислотами, и ретинолом. Но я и стараюсь увлажнять, да. И хорошо просто действительно держится весь день. Держит макияж. Мне очень понравилось. Поэтому могу рекомендовать. Я знаю, что некоторым не нравится. Она и пылит. Она то. Но если ты к ней приспособишься, её не надо там расплёскивать. То есть, как бы аккуратно это всё делаешь. Я в основном делаю вот этой вот кистью. Сори то, что грязным. Потому что наносила макияж. Делаю тут кистью от Real Techniques. Очень давнишняя моя кисть. Она мне и румяная, и под подру, и под всё. И как бы наношу. И иногда, иногда бывает у меня то, что я пользуюсь вот этой вот кистью. Если я хочу, как бы связано с глазами, это зону, да. Вот этой кистью я пользуюсь от марки ZOEVA, ZOEVA, все по-разному, в 105 номере. И мне прям классно всё это происходит. И мне очень-очень нравится эта пудра. Я ещё хотела, я выбирала между Too Faced и этой. Я, конечно, Too Faced тоже хочу попробовать. Многие рекомендуют. И последняя позиция, которую я купила, это марка ZOEVA, ZOEVA. Это тени, палетка теней, палетка теней, смоки. Значит, вот находится вот в такой вот коробке. Здесь вот так вот. Пожалуйста, вот так вот, да. И всё. Значит, открываешь. Зеркала здесь нету. Находится вот такие вот у нас это. И вот такие вот тенюшки. Здесь у нас идёт в основном матовые. Двое только вот зелёный. И вот такой вот тоже интересный цвет. Это у нас, как они, шиммерные. И вот такие вот тени. И посмотрите, какие оттенки. Боже, какие оттенки. Это просто здоровские. Здоровские. Я обещала, что я сниму видео на все мои тени, которые у меня есть в палетке. Но это просто здорово. Здесь я хотела именно вот это вот смоки, чтобы... Это просто мои оттенки. Здесь нейтрально холодные. Есть тёплый, конечно, где-то вот такой вот оттенок. Но я не считаю, что он сильно тёплый. А так по себе вообще здоровские. Поэтому присмотритесь. Есть у них палетки, которые очень даже хороши. Не всё, конечно, мне нравится. Надо просто подбирать. Не всё мне нравится, но всё же. Поэтому как бы вот такие вот были покупки у меня декоративные, уходовые и бады. И есть ещё одна позиция, которую я буквально совершила позавчера. Я очень долго искала себе зеркало. У меня было такое вот маленькое круглое зеркало. Было неудобно. И я хотела как бы с подсветкой зеркала. Ну, как бы они порядком такие и дорогие, если хорошие выбирать. И тоже они круглые, мало там, как бы сказать, маленькое зеркало. И не совсем мне это всё нравилось. И тут мы здесь занимаемся кое-какой перепланировкой. Продаем там какую-какую свою мебель, чтобы закупить новую. И мы ходим, смотрим. И были в магазине Хофф. И там я увидела зеркало. И я не могла... Тем более оно ещё было по акции. И я не могла ни уйти, ни купить его. Потому что оно достаточно качественное. Достаточно устойчивое. И хорошая форма, ту, которую я хотела. Вот такое вот зеркало. Вот такое вот есть крепление. Его можно вот так вот поднимать. Устойчивая ножка. Да. И вот такой вот формы прямоугольные. Видите, какое большое. И буду уж совсем там всё показывать. Вот такое вот. И мне очень понравилось это зеркало. В плане-то в том, что когда я его поставила, я поняла, что мне не нужно подсвечивающее зеркало. Потому что оно всё мне показывает. И всё хорошо я вижу, когда наношу майкап. Так что, наверное, думаю, что в какой-то степени когда-нибудь я воспроизведу макияж. Как я крашусь, как раз, чтобы показать вам. Поэтому не пропускайте. Подписывайтесь на этот канал. И будет всё, что интересно. Будем общаться. Буду вам рассказывать. Следующее видео, которое я хочу вам отснять. Это касается ухода. Утренний, вечерний уход. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Берегите друг друга. Заботитесь о себе, о ближнем своём, о своей семье. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok